Ночь искусств в театре юного зрителя открывает спектакль по мотивам пьесы ингурского классика Саиды Чехкиева «Волшебная шапка». История сирот Паши и Шаши, а также трех богачей, которые не дают покоя главным героям пьесы, пытаясь отобрать волшебную шапку у бедника Хасана, приковывает внимание зрителей. Играть на сцене, прячась за декорациями, актерам кукольного театра сложнее. Им приходится буквально оживлять своих персонажей. Впрочем, мастерам сцены легко удается превратить бездушную марионетку в реального героя. Злой и алочный Бимбот, один из трех отрицательных персонажей, вызвал у детишек восторг и в то же время негодование. Его автор пьесы высмеивает и противопоставляет доброму и отзывчивому Паши. Мне больше всего понравился эта девочка, этот мальчик, который смог выгнать этих стариков из своего участка. И мне еще понравилось, какой он храбрый. Мне было очень приятно отправиться с ребятами, посмотреть спектакль и побыть на празднике День народного единства. В эту ночь, которую с нетерпением ждали все ценители культуры и искусства, двери открыты и в республиканских музеях. Праздничная атмосфера царит и в музее ИЗО. Обзорные экскурсии, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, раскраска лица, создание цветов из графированной бумаги и много других конкурсов. Также для гостей музея воспитанники детской школы искусств Карбулака подготовили народные композиции, классические произведения на гармошке и синтезаторе. Я бы хотела почаще приходить на такого рода мероприятия. Во-первых, приятная компания, и во-вторых, я расширила свой кругозор. Увидела много красивых произведений, увидела, как люди творчески развиты, и мне есть на что равняться и к чему идти. Мне кажется, что это не только досуг сегодня, но и возможность приобщиться к прекрасному. Узнать немного о истории своего родного города, о культуре своей страны, о разных народах этой страны. Поэтому я всем нам желаю всеобщего единения и желаю, чтобы чаще проходили такие ночи искусств и возможности приобщиться к культуре. А в Русском государственном музыкально-драматическом театре «Ночь искусств» встречают премьеры спектакля «Риск», поставленного по пьесе одного из итальянских драматургов Эдуарда де Филиппа. Комедийный и легкий сюжет постановки и веселый нрав персонажей подняли настроение всем в зале. Спектакль ставится в рамках проекта партии «Единой России. Культура малой родины». Проект реализуется у нас уже второй год. В прошлые годы в рамках этого проекта было приобретено звуковое оборудование, сценические костюмы и так далее. Проект предполагает и дальнейшую реализацию. Мы надеемся, что и в следующем году мы увидим ряд постановок, в том числе и детских. Все, что касается культуры и искусства, оно не может быть вне пользы. Понятно, что люди могут совершенно бесплатно посещать такие мероприятия, как музеи, театры, кукольные спектакли. В общем, это все доступно для всех людей, которые не могут найти себе время, возможности. И такая акция, она людей объединяет, дает людям возможность, в общем, хорошо провести свой досуг, выходные. И не случайно, что акция совпадает с Днем народного единства. Ведь искусство действительно объединяет людей, независимо от их национальности, религии и политических убеждений. Амина Бокова, Дана Плеева, Асхабила, Киев. Новости 24.